Продукционность працы, новое працевное место, экспорт товаров и послуг. На посяжении Гомельска был выконкам, а сегодня обмерковали выники социально-экономичного развития региона в первом погоде. 5-7 запланованных показчиков выконаны. В особенных сферах варто узмоцнить намагание. Дмитрий Котов, протягни. Первые 6 месяцев года отримались напруженными. Не выконаны показчик по валовым региональным продукте. При прогнозе 101,5% выник 100,5%. Иснують объективные причины. На ситуацию кардинальным чином повплывал выпадок с забрудженной нафтой, якая трапила у трубопровод «Дружба». Простой должиней больше как месяц не дозволил добрать 0,9 ВРП. Певные проблемы зараз иснують и у сельской господарцы, связанные они со снижением вытворчасти мяса. Однако, это не критично. В наступном погоде страты будут компенсованы со сбором нового ураджая. По остатних сферах динамика позитивная. Если говорить по показателям, то определенно радует показатель внешней торговли. Область находится в годовых прогнозных показателях. По экспорту товаров на уровне 110%, по экспорту услуг на уровне 108%. Поэтому позицию мы будем укреплять, понимая, что работа на внешних рынках – это увеличение тех же объемов при практически постоянном внутреннем спросе. Диверсификация экспорту по ранейшемуся род основных задач, калеразмома и депрознешний гандаль. Активно осваиваются новые рынки в полночной Африке и Ближнего Усходу. Усё больше товаров, выработанных на Гомельщине, отправляют в Китай. Самая запотребованная – продукция молочной перепроцовки, металлургия, сельско-господаршая техника. Важным накерунком для развития господаршего комплексу застаётся створение новых вытворчастей и, отповедно, новых прационных мест. По итогам полугодия у нас создано 348 новых предприятий, ряд предприятий пока ещё на уровне микро и малых предприятий. Но мы надеемся, что они в дальнейшем будут развиваться. Поэтому по предварительной оценке те задачи выполнены. Трудоустроено более 3000 человек на вновь, созданы рабочие места, в том числе на предприятие, созданное в этом году, уже трудоустроено более 500 человек. Ещё одна позитивная тенденция – рост средней заработной платы. По выниках опошнего с провоздачного месяца полугодия, червяня, она склала 970 рублей.